Всем привет! И сегодня АК в скине Вулкан. С вами Кексадред. Поехали! Итак, сегодня у нас покрасочка страйкбольного привода. Разбираем его практически полностью. Приклад, мушку, ручку. Оставляем только ствол и корпус с гирбоксом. Итак, теперь нам нужно 320-й наждачной бумагой замотовать все детали. Начинаем с приклада. Крупнее наждачную бумагу лучше не брать, иначе останутся глубокие царапины. А это не есть хорошо. Зачищаем накладку рукояти, цевьё обе части, крышку затвора. Короче, всё, что нужно грунтовать. Перед грунтовкой обязательно очень тщательно обезжириваем поверхность, для того, чтобы грунтовка лучше прилипла. Сказал именно так, чтобы все поняли. Лайфхак из мира моделистов. Для покраски мелких деталей я сделал просто огромное количество вот таких вот держателей. Из обычного крокодильчика, который можно купить в магазине радиодеталей, и обычной шпажки. Итак, вот как у нас выглядят детали, готовые к покраске. На самом корпусе мы замаскировали те места, где красить не нужно. Ну а детали на шпажках мы повтыкали в пенопласт. Все детали сперва нужно будет загрунтовать. Я использую для этого чёрную автомобильную грунтовку из баллона. Наносить будем два слоя. Перетирать грунтовку после того, как она высохнет, я не буду, так как нет смысла. После того, как грунт подсох, наносим пару слоёв чёрной матовой краски на все нужные детали. Магаз после грунтовки окрашиваем белым цветом, так как он на нём преобладает. Баллон с белой краской у меня от фирмы Монтана. Кстати, офигенная у него крыстость, реально. После того, как краска подсохла, я, кстати, проверяю это на запах, понюхал деталь, запаха нет, значит высохла. О чём это я? А, да, маскируем те участки малярным скотчем, которые должны остаться в чёрном цвете. И да, все уже, наверное, заметили, что у меня АКМ, а в КС-ке АК-47. Но это не беда, просто некоторые детали, такие как оси механизма, которые есть на АК-47, но нет в АКМ, мы просто сымитируем с помощью маскировочной ленты. Короче, тут прям как челлендж, 100 слоёв малярной ленты на АК. Самое трудное, это замаскировать приклад с его изогнутыми линиями, но для этого в самый раз подойдёт ПВХ малярная лента. Её можно купить в магазинах, где продаётся автоэмали. Стоит она недорого и хватит надолго. И вот так должно получиться. Убил, конечно, дофига времени, но оно того стоит, реально. Обе части цевья маскируем для прокраски белым цветом. Это, кстати, ещё не конец, так как на цевье 4 цвета. Остальные детали мы также замаскировали, но я не буду показывать, чтобы вы не умерли со скуки. Прокрашиваем магазин чёрной краской. Рукоять после маскировки серой краской. И приклад в нужном месте также серой краской из баллона. Переключатель режима огня, затворный механизм и обе части цевья задуваем в белый цвет. Да, и сам корпус тоже не забываем. Цевьё маскируем и подготавливаем к покраске серым цветом. Кстати, серая, белая и голубая краска – это всё краска для граффити и хобби. И они отлично подходят для таких проектов. Главное потом покрыть акриловым лаком, желательно матовым. Заднюю часть приклада красим через маски голубым цветом. Также поступаем и с центральной частью АК. Можно также прокрасить соты на голубых частях АК, но у меня вышло не так, как я хотел. Соты были слишком большие. Ну и хрен с ними. И самое противное в этом схеме – это белые полосы на цевье, магазине, рукояти и на прикладе. Без масок и с малярной ленты не обошлось. В конце не забываем покрыть всё автомобильным лаком и придать поношенность нашему АК. Но если захотите. Я лично сделал именно так, и вот что у меня получилось. Итак, ребята, перед тем, как вы увидите результат, хочу напомнить вам о нашем спонсоре, благодаря которому с большой регулярностью мы сможем радовать вас новыми роликами. Сайт MagicDrop, который уже не первый раз поддерживает наши идеи, создал специальный промокод, по которому вы получите крутой бонус. Самое крутое на этом сайте – это фармкейсы. Недорого и сердито. Я открыл парочку кейсов, и мне выпали дорогие скины. Специально для этого на сайте присутствует топ игроков, в котором вы увидите ребят, сорвавших большой куш. Не забудьте, кстати, затянуть и другие кейсы. Я открыл эксклюзивный кейс и выбил красивый пистолет. Еще на сайте присутствует бонусная система. При ежедневном посещении сайта вы получаете бонус в 15 рублей. Самое крутое то, что на это нет лимита, и через некоторое время вы сможете открыть на халяву огромное количество кейсов. Не теряйте время зря и регистрируйтесь по ссылке в описании. На этом все, ребятки. Не забываем про лосики и подписочку на канал. А с вами был Кекс Адред. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok